И всем привет, уважаемые зрители, с вами Ингвар, и добро пожаловать на очередное видео, конечно же, а также в рубрику Ингвар Ньюс, где мы делаем различные вещи, общаемся, либо рассматриваем новинки, или же старинки, конечно же, и сегодня, конечно, новинок будет, ну, прям вообще чуть-чуть, прям чуть-чуть, прям три новых трансформера, но это что-то невероятное, что, наверное, стоит рассмотреть вот прям вот-вот сейчас, прям, да, не тянусь, не ждать другие новинки, другие серии трансформеров, а вот просто их рассмотреть, 10, 15, 12 минут, и все, потому что это что-то невероятное, это что-то нечто, и, наверное, долгожданное. Да, кто-то, наверное, скажет, ничего хорошего в этом нету, кто-то скажет, неплохо, а кто-то будет в восторге. Как я, честно, я, наверное, был в восторге, есть, опять же, нюансики у этих трансформеров, но больше вижу положительных моментов, а это уже хорошо. Рассмотрим такой анонсик, как трансформеры по игре «Война за Кибертрон». Опачки, та самая идеология, конечно же, потом идет падение Кибертрона, и означает, что та информация была действительно не ложной, правдивой, то есть у нас будут выходить фигурки по этой игре, ну и, может быть, по второй части, может, все-таки будет. И это не просто вот такая вот серия, да, «War for Cybertron», то есть «Война за Кибертрон», нет, а это у нас еще добавляется в серию «Studio Series». Так что, получается, у нас есть «Studio Series», «Studio Series 86» и «Studio Series War for Cybertron». Так что «Studio Series» расширяется, расширяется. Плохо это хорошо решать каждому, но, мне кажется, прикольно. Что ж, давайте не томить, не тянуть, просто перейдем к рабочему столу и будем их анализировать, рассматривать и сравнивать двух героев, которые выходили когда-то, то есть в 10-м году плюс-минус, и которые вышли вот и выйдут очень скоро. Вот сравним и скажем, кто лучше, кто хуже и так далее. Такое очень долго начало, но такое должно по логике быть. Все, начинаю, приятного просмотра. Ну и вот нам представят в первой, получается, волне трех трансформеров. Это «Баррикейд», «Воджер-класс» получается «Оптимус Прайм» и «Делюксовый», как и «Баррикейд Бамблби». Вот такую троицу нам объявили, вот такой картиночки. И, конечно, если, например, не вспоминать предыдущие новинки, то, как мне кажется, они получились достойно хорошо. Да, бросаются некоторые пустоты в глаза, это прям действительно бросается. Протез, опять же, я вижу, не ляжка у «Оптимуса», а протез, не нога у «Баррикейда», а протез. Но что поделать, видимо, нужно с этим как-то жить, получается, да, привыкнуть. Хотя, честно, можно было бы как-то приделать что-то, заделать, прикрутить, и было бы идеально. Мы же знаем, что они умеют делать чуть ли не мастер-питс фигурки. Могут, умеют, но не хотят, видимо. Ладно. Раньше «Баррикейда» вроде бы не было в серии War for Saber, в чём я, если не ошибаюсь, если ничего не путаю. Но я искал, не нашёл. Поэтому мы потом сделаем анализ «Оптимуса» и «Бамблби». Но «Оптимус» мы должны подметить, что выходил только в делюксовой серии. Здесь он «Воджер», поэтому и получился таким подкачанным. Ладно. Значит, давайте рассматривать повнимательнее. Вот у нас коробочка под номером 2 у нас «Баррикейд». Тут также написано «Game Edition». Ёшкин кот, вот мне оформление нравится. Трансформер чуть ли не на всю коробку. Ну, пустота. Это плохо, но, видимо, ладно. Придётся тоже с этим смириться. Но приятно, что теперь в этих коробках новых будут как бы а-ля два фона. Потому что раз везде должна быть бумага, картон, и у нас получается а-ля два фона, да. На чём он держится. И нормальный бэкграунд, то есть фон. Прикольно, классно, хорошо. Логотипчик игры. War for Saber. Чё он им хотелось бы, чтобы все эти игры вернулись вновь в Steam. Потому что взяли игры, практически все по трансформеру убрали. Это печально, странно. Ладненько. Значит, коробочка такая прикольная. Стильненько. Мне нравится. На обратной стороне у нас представлен «Баррикейд» в виде робота, в виде альтер-режима. 15 этапов трансформацион. Фон вот такой. И здесь у нас получается, ну, какая-то часть Кибертрона, база или ещё чего-то. Это, значит, основание фона у нас серебристый получается. Ну, ладненько. И, как бы, о коробке столичка. Буду ли брать с этого героя или нет, я бы, наверное, всех этих троих бы хотел взять. Но всё зависит не от меня, а всё зависит, будут ли у нас они продаваться, по какой цене. Будут ли они продаваться на сайте, где я беру иногда их. И, как бы, наверное, всё. Но если какое-то чудо свершится, я смогу где-то ещё взять. Будет замечательно, по неплохой цене. Вот «Баррикейд» полностью здесь нам представлен. И что могу сказать? Он мрачный по цветам, честно. Просто серый, чёрный цвет, чуть-чуть фиолетово и всё. Но, вроде как, всё это сочетается. Похоже. В игре, получается, это было. Я в первую часть не играл, во вторую. Поэтому я особо, наверное, вспомнить не могу. Но, как бы, получается, по картинкам похож. Хорошо. Нормально. Есть вот этот стиль, как бы, Джуан. И не совсем Джуан. Но бросается в глаза вот эта пустота на ногах. Очень нехорошо, что вот так вот. Я понимаю, что это, видимо, скрепится. Видно, не будет. Зачем? Но на фигурке это очень бросается. Это не очень хорошо. Если бы было чуть-чуть, ещё бы ладно. Но вот это не очень хорошо. И хочется сказать, что, ну, ёшкин кот, Хасбро, сэкономили, схалтурили. Но, вроде как, руки нормальные, целые. Получается, у него здесь будет одна кисть. А вторая, второй кисти не будет. Это будет как бластер. Так получается. Если у него вот так, то, наверное, прикольно. Не часто такое можешь встретить, что у фигурки, как бы, одна конечность. Скажем так, да. Или у него будет, не знаю. В общем, ну, как бы, фигурка прикольная. Я бы, наверное, хотел бы взять. Альт режим вот такой. Кто-то ВКонтакте написал, что Hot Wheels теперь в трансформерах. Ну, что-то, да. В серии Hot Wheels машинки такие могут быть. Но машинка, вот и не знаю. Даже Кибертронская она не Кибертронская. Но прикольно, интересная такая какая-то из будущего. Эмблема 10 иконов имеется спереди. Прикольно. Какие-то такие защиты, как бы, а-ля бампер, скажем так. Такой более жесткий, современный, да, такой оттуда с Кибертроном. Прикольно. Ну, тоже, как бы, машинка неплоха. Как бы, Беррикейт, могу сказать, 50 на 50. То есть, как бы, если у вас вообще его нету, взять стоит. Я бы, наверное, взял бы. Тем более, его, вроде бы, тогда не выпускали. Наверное, стоит по этой уже причине взять. Если вам просто герой нравится, стоит взять. Но если вам не нравится, не нужно брать. Если вам не нравятся вот эти какие-то странности, мелочи, стоит отказаться. А так, фигурка, ну, можно взять, особенно по скидочке. По скидочке, я думаю, в самый раз. И можно тогда закрыть на эти пустоты. Вот еще с другой стороны, на фоне, вот, прикольно, классно, как бы, хорошо. Следующий у нас герой под номером 1, Бамблби. Не знаю, вновь-не вновь, но обычная студия Сирис начиналась с Бамблби 2007 года, конечно же. И это у нас серия также с Бамблби. Ну, вот так вот, Бамблби настолько всем нравится, что он и серии открывает. Ну, ладненько. То есть, здесь примерно все так же, как и с Баррикейдом. И везде примерно так же будет. Только здесь Бамблби практически на полкоробке. Прикольно, хорошо. 21 этап трансформации. И имеется у него уже, как бы, два оружия. То есть, такой, как меч, лезвие, что-то около того. И, как бластер, я подумал, гарпун. Ну, в общем, как бластер. И, видимо, что-то еще, как бы, тоже пушкенца. Фон имеется вроде бы как другой, если я ничего не ошибаюсь. Ну, и различная информация здесь имеется. Уж ее читать не будем, но в общем. Вот наш Бамблби. Могу сказать, что выглядит прикольно. Как в игре, потому что во второй части он примерно так же и выглядел относительно. И вот я вспоминаю грудь, да. Есть вот это вот все. Вот вся его детализация, формы. Все это здесь есть. Это прикольно. Это, конечно же, хорошо. Есть ли странности? Ну, может быть, и есть. То есть, грудная часть у него, ну, нормальная, как мне кажется. Интересная, прикольная. Руки. Ну, может, худенькие, не худенькие. Тут я пустоту. Этой фигурки особо не замечаю практически. А это уже хорошо. Оружие. Ну, оружие как оружие. Прикольно, хорошо. Сгодится для какой-нибудь там композиции. Ноги нормальные, не протезы. Видимо, здесь будет такая трансформация, что они будут как-то, наверное, раскрываться или еще что-то. Но прикольно. Хорошо. Худенькие. Возможно, чуть-чуть они худенькие. В игре они были такими. Я не могу вспомнить, честно, вообще никак. Может, они там были чуть потолще. Может быть, в игре они казались чуть-чуть другими. Но можно было бы, наверное, сделать чуть-чуть их, что ли, пообъемнее. Ну, ладно. И так, как бы, наверное, сойдет. Но мне лично здесь Bumblebee в таком виде нравится. Альтержим вот такой. Очень прикольный. Очень вообще такой, не знаю, кибертронский. Так, пожалуй, скажу. Выражусь. Нравится. Интересная машина. В фильмах таких, где о будущем и так далее, что-то такое можно встретить. Да и не только. Интересная, прикольная машинка. Различные формы и переходы. То есть, видно, что уже время поменялось. И можно сделать чуть-чуть посложнее. Почему я так сказал? Скоро вы узнаете. Ну и видеороботовод. Еще вот так вот можем рассмотреть. То есть, в игре что-то, да, такое было. Возможно, как-то там в игре воспринималось чуть-чуть получше, поприятнее. На фигурке, может быть, это не передается. Но вроде как у них получилось переделать чуть-чуть Бамблби, вновь его выпустить и в лучшем виде. Возможно, действительно, у них все получилось. Может быть, кому-то не понравилось. Но, как мне кажется, Бамблби достойно вышел. То есть, я не думаю, что стоит ругаться. Ну и без всяких прибамбасов. Вот такая машинка. Очень прикольная, интересная. Кто хочет ставить в виде роботов, пожалуйста, ставь. Хочешь в виде машинок, вот тебе все Бамблби в виде машинок. Хочешь и так, и так, потратьте, конечно же. Но, будь, я думаю, композиция на полочке очень даже чудная. Ну и что же, Optimus Prime, конечно же. Voyager класс. Почему нам не показали коробку? Вот это большой вопрос. Я, честно, не совсем как-то так и понял. Нам представили две коробки дрюксовых, а Voyager еще не доработали. Секретик попозже или как, я думаю, в будущем. Рассмотрим в Урбаке Ингвар Ньюс. Но что могу сказать? Раз он Voyager класс, понятное дело, все должно быть побольше. Ну и почему Voyager класс? Из-за того, что раз он лидер автоботов, поэтому так. Вряд ли лидер класс. Ну и если он лидер класс, то как-то будет, наверное, не знаю, слишком дороговато. Хотя сомневаюсь, вроде слышал Voyager, но не скажу, что он ужасен. Он прикольный, он похож на себя, он супер накачанный. И в этой игре он примерно, ну, таким относительно был. Странностей практически не замечаю, за исключением ляшек. Вот там чего-то не хватает. Кажется, у него там протез стоит вместо какой-то части ноги, скажем так. А так все очень даже хорошо. Прикольно, классная фигурка. Не мастерпиес уровень, но очень хороший уровень. Мне нравится, все хорошо. Сколько этапов трансформации? Ну, тоже, наверное, где-то 25-27 плюс-минус. А так очень прикольно, хорошо. Голова мне нравится. То есть у него здесь защитная маска имеется. Но, может, вот эта грудная часть более простая. Но сейчас узнаем, что в ней скрывается. Два символа автоботов, как положено. Ну, как бы, ноги здесь прикольные. Вот за исключением этого. А так нормально. Ну, вот пальцы здесь сделаны очень хорошо. Да, было прикольно, чтобы они все шевелились. Но это уже как бы уровень мастерпиес. Имеется у него вот такой, как бы, как топор. Имеется пушка. И вроде бы здесь и происходит такая тема. Трансформация, нетрансформация, подача. Как и в игре. То есть кисть вообще исчезает куда-то там в космос. Это прикольно. Это хорошо. Артикуляция, ну, будет иметься у любой фигурки. Где-то больше, где-то меньше. Топорчик. Ну, тоже такой прикольненький. Пытались что-то изобразить. Вроде бы получилось. Может быть простенько, но все равно у них удалось, как мне кажется. И, да, у него здесь прячется, конечно же, матрица лидерства. Это прикольно. Самое главное, вытащить ее можно или нет, я не знаю. Но, как я понимаю, вроде бы можно вытащить. А можно ли это вот мы проверим, когда только купим фигурку. Но прикольное дополнение. Очень интересно. А вроде бы в прошлой фигурке этого не было, если я не ошибаюсь. Ну, и альт-режим вот такой. Считайте, все то же самое, что и у предыдущей фигурки. Только этот альт-режим будет побольше по масштабу. Да, раз у нас Voyager класс, можно все вот это нацепить. Можно отцепить. Но машинка, конечно, очень необычная. То есть, не то, что здесь супер-кибертронская, что-то оттуда, футуристическое и так далее. Вообще, еще куда-то они тут зашли. То есть, у него вот такой альт-режим. У Оптимуса на Кибертроне. Ну, ладно, почему бы и нет. Машинка, правда, очень интересная, необычная. И такого Оптимуса я, честно, бы хотел бы. И вот еще такая картиночка. Здесь, конечно, в таком виде смотрится Оптимус вообще шикарно. То есть, конечно, это всякая графика и так далее. Вживу может быть чуть по-другому. Но здесь смотрится Оптимус вообще офигенно. Да и так, если убрать вот эти все моментики, фигурка, правда, достойная. Ну и что же, я вот такие две картинки решил сделать, сравнить двух героев. То есть, Бамблби, Оптимуса, десятый год и здесь у нас студийный. Да, будем просто называть студийный. И так ясно, что это по игре. Если обсуждать Бамблби в виде роботов, то что могу сказать? Делюкс, Делюкс. Они по высоте, наверное, будут уже отличаться. Этого масштаба и все остальное будут, наверное, чуть-чуть отличаться. Хотя, может быть, и здесь и не будут вот этого. Но есть такие фигурки, где, действительно, раньше его Делюкс был вот такой, а сейчас Делюкс вот такой. Ну ладно, не об этом. Голова примерно такой же осталась. Передняя часть, мы видим, отличается. Не знаю, передняя часть у старой фигурки лучше, не лучше, или у новой. Но, как мне кажется, что-то вот примерно у новой фигурки в игре мы такое наблюдали. Поэтому, может быть, новый Бамблби здесь выигрывает. Хотя и предыдущий неплох. Затем, вроде бы, по оружиям у Бамблби, наверное, у нового по разнообразнее. Хотя у предыдущего прикольно, что вот эти лезвия выскакивают. Наверное, это забавно, круто. Ну и, может быть, вот этих нет колес. То есть, вот это не очень хорошо, наверное, потому что в игре у него, вроде бы, как, наверное, это и было. Но как-то они так не сильно выделялись. У нового этого нету. Наверное, тоже плюс к новому. Хотя и старый тоже, честно, неплохой. То есть, если ты имеешь старого, тебе новые по логике не нужно. Хотя, если хочешь иметь двоих, пожалуйста, в виде робота, в виде альт-режима. Дальше. Ноги. Считайте, что у того, что у другого худющие, тонюсенькие. Где лучше? Честно, тут не сложно сказать, как бы, кому какие нравятся. Как бы, вроде и там неплохо. И там. По цвету мы видим, что Bumblebee отличается у нового. Такой более темно-желтый, такой уже к оранжевому цвету идет. А левый, который у нас Bumblebee, такой более, не знаю, какой-то лимонный цвет, да. И не знаю, по цветам, кому какой больше понравился, и все. Как бы, не знаю. И тот, и тот мне лично нравится. Альт-режим. Что могу сказать? И предыдущий Bumblebee по альт-режиму прикольный, классный, интересный. И тоже что-то вот оттуда. Да и у современного очень даже прикольненько. Поэтому, опять же, тут могу сказать, что и предыдущий выигрывает, и современный выигрывает. Ну, и не знаю, может, какой-то стороны новый. Хотя, у предыдущего окошки прозрачные. Поэтому, я даже не знаю. А мы видим, что они постарались, да. Ну, будем говорить честны, что они постарались. Как можно сделать что-ли лучше. Может быть, местами не удалось. Может, и получилось. Но фигурка не стала хуже. Стала, может, местами получше. И, как бы, взять ее, конечно же, стоит. Поэтому, я не знаю, правильно выразился или нет. Но, как бы, если так коротко. И новый, и старый, офигенный выбор за вами. Какого иметь, какого покупать, продавать и так далее. Теперь про оптимуса. Что могу сказать? Тут, честно, у меня уже будет меньше слов иметься. Если с Бамблби уже, там, мы замечаем отличия. Здесь, как бы, по цвету, ну, тоже есть некоторые эти отличия. Может, более красные, менее красные и так далее. По оружиям, вроде бы, здесь у нас два ствола или один ствол. Здесь, как-то, по разнообразии, может быть, современный выигрывает. А так, получается, как бы, что голова, считайте, примерно такой же осталась. Относительно, как бы, руки. Ну, у современного стали по накачиванию. Хотя у предыдущего тоже все и неплохо. Грудная часть, возможно, вот здесь была круче. Здесь более проще. Но, раз открывается здесь отсек матрицы, поэтому, как бы, решили сделать так. Поэтому, как бы, жертвуем вот этой детализацией. Но, зато, иметься матрица лидерства. Поэтому, как бы, приравниваем. Здесь, конечно, детализация получше. Здесь, может, чуть похуже. Ну, и потом, как бы, не знаю. Раз фигурка здесь у нас поменьше, поэтому ноги более тоньше. Раз фигурка побольше, повыше. Ноги более толще. Поэтому, как бы, считайте, относительно все одинаково. Только отличается вот размер, масштаб и все. Ну, и мы видим, что у предыдущей фигурки протез был и здесь. Это они не стали вообще никуда убирать. А ставим так положено, так нужно. Конечно, здесь больше пустоты. Но все равно факт то, что здесь пустота осталась. Хасбро, молодцы. То есть, так держать. Там была пустота. Зачем современной-то фигурке пластмассу? Тоже пустота. Она же ведь, ну, примерно должна одинаково быть. Молодцы. Ладно, шутки в сторону. Как бы, видеоробота отличия, как бы, есть. Но, наверное, чуть поменьше. Где-то детализация больше, где-то меньше. Например, на ногах, может, побольше. Не знаю. Считайте, оптимусы плюс-минус одинаковые. Только отличается масштаб. Альт-режим вообще тут коротко. Просто чуть ли не то же самое. Только отличается, опять же, мелочами. Какой-то, может, детализацией. Больше-меньше. Длиннее. Короче. Все. Больше ничего. Здесь добавить нечего. То есть, про робота еще есть чего говорить. Про альт-режим ничего. Вот как-то так. Бамблби, как бы, и новый хорош. И старый. Оптимус, как бы, я не знаю. Может быть, новый лучший. Да и старый неплох. Поэтому, как-то так. Что ж, давайте подводить итоги данного видео. И вот, такое видео у нас вышло, да, на 20 минут. Но, как бы, мы решили по максимуму изучить, проанализировать, рассмотреть. И какое мое мнение будет. Действительно, прикольные, хорошие фигурки. Стоит, конечно же, приобрести. Может быть, всех по акции. Кого-то без акции. Беррикетис не шибать. Впервые выходят. Если ничего не путаю. Если что, подправьте. В комментариях, конечно же. Оптимус Бамблби. Ну, достаточно крутые, хорошие фигурки. Если кто не успел тогда купить, понятное дело, берите только так, как я, например. У нас вроде бы продавались, но я почему-то не брал. Почему? Вопрос к Ингвару все года. Вот, не знаю. Как бы, нужно вернуться в прошлое и спросить у него, а что ж ты не брал его? Вот, как бы, не знаю. Либо я чего-то знал, что в будущем их снова сделают. Не знаю, как тут получается. А так, они получились достойно. Взять можно. Может быть, какого-то стоит оставить с того года, а нового не брать. Может быть, либо иметь двоих, что в виде робота в виде альтер-режима. В целом, я уже все по логике сказал. Время рассматривания этих фигурок, поэтому, пожалуй, как-то так скажу. Масло масляным, но ладно. Все. Больше новинок, новостей нету, поэтому будем дожидаться других вестей. Когда что-то появится, опять же, с вами поделюсь. А пока что, спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на канал. Нажмите обязательно на лайк для поддержки. Также на колокольчик, что мне пропустится на свеженье. И, конечно же, увидимся в новых свежих видеоуроках InGuarNews, где мы делаем такие различные вещи. Всем спасибо, всем удачи и всем пока.